Сингапур лучше всех борется сегодня с коронавирусом. Сингапур опустел многие люди в масках, как и я. Чтобы оказаться в иммунфекционной больнице, я сам обратился к врачам с предложением проверить меня на коронавирус. Меня облачили в соответствующие халаты, все бесплатно. Если коронавирус, то люди, их сегодня в Сингапуре зараженных чуть больше 100 человек, 106 человек, все лечатся бесплатно. Самое главное, Сингапур не потерял на сегодняшний день и час, в тот день и час, когда я делаю репортаж, Сингапур не потерял ни одного человека, они всех вылечивают. Хотя четверо больных, это старики, он здесь недалеко от меня, за стенкой, находится в критическом состоянии. Гостиницы опустили, 20% от Всем известная Синтоза с ее отелями, Мандарин, другие, Рафлсг отель. Заполняемость 20%, хотя цены не снижаются. Абсолютно пустые галереи с знаменитыми на весь мир магазинами. В каждой галерее, в аэропорту на каждом шагу, вот такие вот пункты, где сидят врачи за большими дисплеями, все в камерах. Если у кого-то повышена температура, тут же дисплей заиграет, будет специальная музыка. И сразу к тебе подходят люди, просят тебя пройти или попробуй ты откажись, вызывают неотложку. Сингапур остановил распространение коронавируса. Мы сегодня скажем о его причинах. Я разговаривал со всеми, ну смею думать, со всеми крупными вирусологами мира. И прежде всего с нашим легендарным, советским, еще советским, легендарным академиком. Чуть-чуть он в советские годы был, уже был тогда легендой. Я и с ним поговорил о кронвирусе. Откуда он взялся? Какова степень его распространения по миру, когда будет апогей? И что может победить этот самый вирус? Ждать ли вакцину? Я делаю собственное умозаключение. И так, рационально взвесив все, что мне сказали крупнейшие врачи мира, не только здесь, в Сингапуре, а по всему миру. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Москве, в Иране. Все-таки, да. Боевое отравляющее, но разрабатывали его не американцы, как я предполагал, а сами китайцы. Там, в той провинции, где все это и вспыхнуло, опыты ставили на летучих мышах. Летучая мышь, одна из них улетела. Увы, это, похоже, уже исторический факт, официальный. Слушайте, если китайцы того врача згнобили, кто первый сказал о кронвирусе, я так понимаю, власть китайская все знала о том, что выводили штамм, боевой штамм гриппа. Самое страшное, что в этом сегодняшнем кронвирусе, коронный вирус, так он расшифровывается, это не мутация природы. Иногда гриппы мутируют сам по себе. Так было в 2002 году и в 2007 году вспышка в Саудовской Аравии. Но здесь, в этот штамм, в улетевшую летучую мышь, вложили 50 разных гриппов. Кронвирус – это не одна болезнь, не один грипп. Это 50 разных разновидностей, соединенных вместе. Летучая мышь, улетевшая, то ли ее поймали, продавали на базаре, там же в Китае, в этой провинции, то ли съели кто-то, у них это, китайцев, считается деликатесом. Отсюда и пошла эта болезнь. Все знали, предполагаю я, китайские власти. Я рассказывал в предыдущем репортаже, как сингапурские авиалинии борются с кронвирусом. Полностью меняется в каждом самолете даже вентиляционная система. Мне надо говорить, что Сингапур, где уже две недели ни одной вспышки, ни одного случая нового кронвируса, все закрыл полностью. Корею, Вьетнам, Китай. У нас и сегодня в Пекин летит самолет аэрофлота. Мне стюардессы пишут на почту, никто их после рейсов не проверяет, ни на какой кронвирус, никакой изоляции, карантина. Неужели я прав? Я, похоже, прав. Председатель, я об этом говорил, Китай попросил нашего президента великой дружбы. В эту трудную минуту не бросать Китай, не отменять свои авиасообщения. Мальдивы полностью закрыли все страны Азии, ограничили, очень сильно ограничили рейсы из итальянских городов. На Мальдивах нет ни одного случая. У нас они, увы, уже появляются. И прежде всего, благодаря, опять-таки, увы, предполагаю, я караулу буду аккуратен, чтобы потом по судам не ходить. Благодаря рейсам аэрофлота в Пекин по-прежнему летят самолеты. Сингапур остановил распространение вируса. Как? А каждый человек помогает. Да, люди перестали приезжать сюда, в эту страну. Сто с лишним больных. Магазины опустили, отели опустили. Все зрелищные мероприятия отменены, все театры, музыкальный театр, зал, все закрыто. Правительство терпит колоссальные убытки, но каждый день вкладывает вот в эти медицинские пункты, когда по воздуху, по компьютеру каждый больной вычисляется врачами заранее. Эти врачи с их оборудованием, которого у нас, предполагаю, просто нет, здесь на каждом шагу, в магазинах, в каждом крупном отеле, да и не крупном тоже. Аэропорт просто на каждом шагу, при том, что все рейсы с Китаем, с Вьетнамом, Кореей, Ираном, все закрыто. Колоссальные убытки и колоссальные деньги вкладывает правительство, невзирая на убытки, во врачей, в медицину. Итог еще раз скажу, ни одного смертельного случая. Великая медицина Сингапура, инфекционное отделение, тот же Рафлс госпиталь. Они делают чудеса, они еще раз доказали сингапурцы, что по медицине они, как и американцы, как и еще ряд стран, они первые в мире. А теперь что же такое этот вирус на самом деле, я уже сказал его происхождение, так считают ученые. Я просто собираю в кучу и делаю свой вывод, да, боевое вещество, да, летучая мышь, 50 штаммов в одном штамме, это значит, в одном коронавирусе, значит, что в ближайший год, как говорят и наши ученые, тот же Академик Чичулин, не надо к этому относиться так наплевательски, в течение года вакцины не будет. При этом вспышка придется коронавируса по миру на апрель, а дальше он будет угасать сам по себе, потому что мы, наконец, и мы в том числе, мы Россия, у нас лучшая санитарная служба в мире. Так осталось от Советского Союза после холеры в Одесском порту, в Астрахани, лучшая санитарная служба. Наши кордоны сегодня во многом на границах спасают ситуацию, хотя до недавнего времени граница с Китаем на Дальнем Востоке была совершенно открыта, вообще власти-то, понимает ли эта власть придется за все эти рейсы аэрофлот, которые продолжаются отвечать перед всем народом, помнить, понимают до конца, или так вот, народ простит, да не простит, но это сейчас не наша тема, нам важно понять другое, о том, будет ли распространяться вирус по миру и дальше, и по России, и по нашей стране, зависит только от каждого из нас. Вот такие маски, как она была у меня. Врачи делают свое дело, что могут, уже хорошо, спасибо им за это, они выполняют, я в русских врачах, свой долг, стюардессы не отказываются, пилоты летать. А что делать? Если мы будем реже выходить из дома, если мы будем понимать, что этот вирус передается воздушно-капельным путем, а если мы, наконец, поверим, не американцам, которые обещают вакцину в апреле, не будет вакцины в апреле, невозможно. Боевое вещество производили, как боевое вещество, с тем, чтобы оно было непобедимо. Кстати сказать, китайцы в этом-то ведь не первые в биологическом оружии. Еще в советские годы был план поставить на одну из наших ракет, межконтинентальных ракет, ядерных ракет, контейнер с сибирской язвой, с тем, чтобы при взрыве ракеты на территории противника, сибирка, так называют сибирскую язву, все эти споры, они бы еще и не умирали при взрыве, а расползались по земле, добивая противника. Вот с помощью летучих мышей хотели добить кого-то, кого, не знаю, не мой вопрос, и не наш. Наш вопрос, как уберечься, безопасность, мыть руки. Главный, конечно, иммунитет. От вируса будут погибать прежде всего дети, у кого слабый иммунитет, и старики. Иммунитет это, ну, в общем, многие продукты, конечно, которые не каждый себе позволит, прямо скажем, в России не по карману, но что делать, фрукт прежде всего, и все это, конечно, должно тщательно быть промыто водой. То есть, это обычный грипп, и необычный он только тем, почему такая паника во всем мире, что в этом гриппе 50 других гриппов. Поэтому еще раз, вакцина будет не скоро, но будет. Спад начнется в конце или в середине апреля по всей планете. Мы научимся, мы по всему миру, блокировать этот самый коронавирус. Ну, и я все-таки надеюсь, что под давлением, что называется, общественности каждого из нас, власть все-таки одумается, я президент сейчас говорю. Рейсы в Китай мы отменим, как большинство стран. Пока, не поздно. Магазин-то пустые, однако казино. Я специально дошел в этой знаменитой Сингапурской галереи до казино. В казино. Я не сказал слова мафии, но попробуйте бороться с казино. В казино меньше стало людей, игроков. Но их здесь немало, вот наши съемки. Еще раз, магазины пустые. Цены в магазинах пока еще не снижаются. Может, это и правильно. А то, не дай бог, Луи Виттон сниз кинет в Сингапуре цены. Так все наши сумасшедшие, у кого денежки есть, они же ненормальные многие, помчатся в Сингапур, скупать пока дешево. Кстати, тоже мера безопасности. Но еще раз, казино, вот с кем связываться, даже в Сингапуре власть не хочет. Работает, как и работало. Это единственное массовое, так сказать, мероприятие казино. И людей здесь меньше стало, игроков. Но не настолько, как везде в Сингапуре. Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин